Господин Ахмат Закаев, у вас во всем остальном мире все больше всего знают не как прекрасного актера, игравшего роль Хамлета в драматическом тяпке Грозного, а как выдающегося командира Ичкерии во время Чеченской войны с Россией. Что вы можете, покомментируете военное вторжение Путина в Украину? Знаете, я, наверное, был последний, один из тех, который до конца не верил, что Путин может совершить такую широкомасштабную агрессию. В принципе, у нас ответ на вопрос, хуй из мистер Путин, очень давно был, еще лет 20 назад, когда он, 22 года назад, когда он только появился на политической арене. И стал директором ФСБ сначала, и в последующем, когда он стал премьер-министром и преемником президента, и 23-24 Рязань. Когда его с поличными поймали за преступлением, за совершением террористического акта. Я хочу просто немного напомнить всем, у кого память слабая, откуда и как все началось, то, что сегодня, вот то безумие, которое творится в Украине, по-другому я назвать это не могу. Это не агрессия, и не только агрессия, это просто обезумевший человек может делать то, что делает сегодня Путин в Украине. Но как он к этому пришел? Сколько крови он пролил до того, до сегодняшнего дня, пока весь мир восстал против него и начали давать ему оценку, оценку тому, что он делает, и давать ему личную оценку, кто он такой. Он военный преступник, и то, что сегодня происходит в Украине, это военные, они совершают военные преступления, преступления против человечности, преступления, которым нет срока давности. Но началось это в Чечне в 99-м году, вот с момента его появления в Москве, Волгодонске, Буйнакске были взорваны дома. Путин начал с убийства собственных граждан, убийства собственных граждан для предлога, чтобы начать убивать чеченцев. Взорвав в жилых домах ночью российских граждан и обвинив в этом чеченцев, Путин утвердился власти, он пришел к власти не только российской общественности. И весь мир аплодировал Путину, и на него возлагали очень большие надежды, и не обращали внимания на нас, на чеченцев, на чеченский народ, который он убивал фактически. Вот буквально сегодня разговор зашел о гуманитарном коридоре, который они обещали мариупольцам. Я как раз хотел предупредить украинцев, и я по мере возможности попытался это сделать. Такой же коридор Путин предоставил чеченским беженцам. Но потом он его использовал в качестве щита, прошли танковые дивизии вдоль этого коридора, который они собрали на трассе. И в последующем, когда их подразделения, когда их танковые дивизии прошли с этого участка, они разбомбили этот коридор. Я действительно хочу сейчас предупредить украинцев и мариупольцев, которым обещает зеленый коридор, без присутствия и наличия международных наблюдателей, ни в коем случае не попытайтесь использовать этот коридор. В противном случае вы можете погибнуть. Путин сегодня, его ничего не может сегодня остановить. Тем более, такие полумеры, которые сегодня выказывает Запад, его не остановят. У него ситуация такая. Он уже проиграл. Он уже проиграл эту войну. Безусловно, он его проиграл. Сейчас уже речь идет о его личной безопасности. Не о величии Российской империи, с чего он начал и с чем он зомбирует российских граждан, втолковывая им, что он возвращает потерянные когда-то территории Российской империи. На самом деле, сейчас уже с 25-го, с 26-го февраля, когда не получился блицкрик, 2-3 дня не дошли до Киева и украинцы не встретили его хлебом и солью, с этого момента он понял свое поражение. И сейчас он уже разрушает города европейские. Бомбит, уничтожает население. Это принципы и методы устрашения. Мы это все проходили. Самашки, который вам очень хорошо известно, когда был вырезан весь населенный пункт, женщины, дети, старики, это была акция устрашения. И то, что сегодня Путин делает и бомбит Харьков и другие города и населенные пункты, он тем самым пытается устрашить украинский народ с тем, чтобы они смирились своей участью и подписали капитуляцию. Но я абсолютно уверен в том, что украинцы и украинские вооруженные силы не капитулируют перед Путиным. Они отстоят свою свободу. И нужно понимать сегодня и прибалтийцам, и другим членам Европейского Союза, что Украина сегодня воюет за них всех. Они отстаивают свободу всех европейских стран. Путин специально развязал эту войну, посчитав Украину слабой, что он может быстро ее оккупировать, и это будет устрашающим фактором для Европейского Союза. Вот эти методы, путинские методы, которые были отработаны в Чечне, вот эти методы, которые он сегодня переносит в Европу. А если давать оценку тому, что делать, тут оценки быть не может. Это военные преступления, он военный преступник. Российская армия совершает военные преступления. По ним плачет второй Нюрнберг. Если мировое сообщество простит Путину то, что он делает сегодня Украине, то, я не знаю, грош цена всем нашим декларациям о свободе слова, о каких-то человеческих ценностях, о том, что мы еще после Второй мировой войны заверили мировое сообщество, что мы больше такого не допустим. А сегодня что происходит? Что сегодня происходит? Что происходит в Украине? И что и как мир на это реагирует? Мир практически объявив санкции и объявив войну Путину, ну пусть экономическую войну, объявив эту войну, однако мир не хочет защитить украинских женщин, детей, которые Путин бомбит. Я говорю сегодня о Северном Альянсе. Когда Путин посягает на атомные электростанции, захватывает их с тем, чтобы в последующем шантажировать весь мир, он открыто шантажирует ядерным оружием, но в Украине он захватывает атомные электростанции. Это прямая угроза всему Европейскому Союзу. Вот сегодня, как раз таки, когда Путин безразборчиво бомбит города, населенные пункты, кто гарантирует, что какой-то сумасшедший летчик не направит удар по этой атомной электростанции? И в этом случае, в этом ключе сегодня должна заработать и пятая статья, и элементарно должна заработать совесть этих людей, которые в свое время разрушили Украину, обессилили ее. Это на самом деле одна из, третья по ядерному арсеналу была держава до 1994 года. Однако сама Россия, Великобритания и другие страны под их гарантии, они добровольно отказались от этого арсенала. И что на глазах сегодня у всего мира, это государство разрушает один из тех гарантов, который гарантировал территориальную целостность этой страны. Мне это непонятно. И я никогда не соглашусь с тем, что какую позицию сегодня занимают западные лидеры. Да, они объявили санкции, да, они замораживают счета, да, они объявляют там какие-то авиакомпании, но тем не менее они не решаются объявить закрытым небо, украинское небо, закрыть украинское небо от варварских налетов Путина и путинских агрессоров, военных преступников, которые безразборчиво бомбят, громят населённые пункты. И где гарантия, что это не обернется уже ядерной какой-то катастрофой для всей Европы и для Европейского Союза? И зачем нужен Альянс? Зачем нужно НАТО? Зачем нужен Северный Блок, если они не готовы защитить сегодня украинцев? Народ, который подвергается к тотальному физическому уничтожению. Как вы оцениваете сегодняшнюю боеспособность Украины? Это не я оцениваю. Они показали свою боеспособность. Несмотря на всё то, что сегодня Россия творит, украинцы противостоят. Я не сомневался в том, что они будут противостоять, они будут драться, они были готовы. Я не говорю уже о каких-то технологических возможностях, технических возможностях этой страны, которую обеспечил весь западный мир. А я говорю о духе этого народа. Им дух украинцев не сломит ни под какими, никакими угрозами и никакими ракетами. Если даже мир будет спокойно наблюдать за тем, как Путин уничтожает это государство, я абсолютно уверен в том, что украинцы противостоят Путину и российской армаде. Я уверен в этом. Да. Кадыровцы по-настоящему такие крутые парни, как их описывает русские пропагандные средства, или это миф? Давайте, дорогой, начнем с того, что там нет никаких кадыровцев. Там есть путинисты, там есть представители, вернее, этнические чеченоговорящие, которые являются российскими военнослужащими. Это российские войска, это российские подразделения. И сегодня каким-то образом отчленять их от российской армии и выставлять как какую-то отдельную взятую боевую единицу совершенно неправильно. И я с этим не согласен. Я думаю, что именно российская пропаганда так и преподносила этот факт, этот чеченский фактор в участии в этой войне, преступной войне, с тем, чтобы продемонстрировать миру, насколько аморальны, как они хотят представить чеченцы. Это на самом деле высшая форма цинизма, то, что Путин даже включил этих людей в подразделения, которые он направил в Украину. А кадыров, если говорит о кадырове, это моральный урод. Это чеченоговорящий моральный урод, который предал свою родину, свой народ, свое отечество. Он открытым текстом называет себя пехотинцем Путина. Путин ему за это платит деньги. И им удалось собрать какое-то количество людей, которых они в течение этих 20 лет прозомбировали. И эти манкурты сегодня выполняют волю палача чеченского народа. И идентифицировать этих людей как чеченцев, это значит демонизировать нацию. Я далек от того, чтобы идеализировать чеченцев. Но я категорически не согласен с тем, что делается сегодня. Я не согласен с демонизацией чеченцев. Все говорят о кадыровцах почему-то, потому что их выпячивает Путин вперед, показывая их какие-то флажки, которые они вывешивают на каких-то помещениях, зданиях. Но не говорят почему-то о тех чеченцах, которые сегодня рядом с украинцами воюют и отражают российскую агрессию. Люди, которые погибают в этой войне, это чеченцы. Это чеченцы. И за них я могу отвечать. И я могу говорить за них. Но я ни в коем случае не идентифицирую вот тот сброд, который Путин собрал из Чечни и направил в Украину с тем, чтобы устрашить украинцев. Ну вы знаете, этот чеченский фактор после первой войны именно в каких-то войсковых моментах очень сильно впечатляет. Я хочу просто привести примеры. Даже такие страны, как Соединенные Штаты Америки или же Великобритания в войне, вот в Ираке, когда они в Ираке и Афганистане, свои первые поражения, которые они понесли в этих странах, они это объясняли тем, что им противостояли чеченцы. Это факт, который был здесь, когда Тони Блэр говорил о том, что им противостояло 500 чеченцев, выступая в Палате Родов или Палате Общин. Тем самым он пытался оправдать первые потери Великобритании, великобританцев. В последующем, хотя ему пришлось извиниться, потому что в тот момент в Ираке не было вообще ни одного чеченца. Или другой случай, когда американцы начали объяснять свое поражение, почему Бен Ладен ушел, потому что вокруг него находилось в охране там 160 чеченцев, чеченских головорезов. И почему-то им удалось пленить 60 человек. Андрей Бабицкий, тогдашний журналист, к большому сожалению, который оказался совсем... Он ездил в Афганистан и специально встречался с этими так называемыми чеченцами. Он в своем заявлении и в своем интервью и в прессе говорил, ни одного из них не было чеченца там. Когда его привели, и он хотел с ними заговорить, потому что Андрей Бабицкий очень хорошо знал чеченцев, потому что в первую войну он очень долгое время находился с чеченцем. И в последующем, когда ему показали человека, вот он чеченец, когда он хотел с ним заговорить, ему сказали, что он немой. То есть вот этот момент, чеченский фактор, как воинов, как воинствующих, как сильных воинов, этот фактор, этот момент пытались использовать все. Другой пример. Грузии, когда началась аннексия территории, грузинских территорий. Точно так же привлекли к этому так называемых чеченцев. Тогда их называли Ямадаевцы. Ямадаев, покойный Ямадаев, убитый российскими спецслужбами, или Кадыровым, он это был конченный наркоман. Абсолютно наркоман. К тому времени он был наркоманом. Его просто привезли, в Ценвале показали, и привезли туда несколько десятков человек, которые якобы воюют на стороне России. То есть этот момент используется по сей день Путином. Чеченский фактор Путин тоже пытается использовать, как это в свое время делали другие. Поэтому я еще раз ответственно заявляю, что те чеченоговорящие российские солдаты, которые сегодня совершают преступления в Украине, они должны быть призваны к ответу, точно так же, как и все другие российские подразделения, которые сегодня совершают военные поступления. Тут не может быть какой-то национальной идентификации. Эти лучше. А в этих подразделениях сегодня с Северного Кавказа служат все. Если в процентном отношении взять количество чеченцев, находящихся в составе вооруженных сил России, которые совершили агрессию, это 0-0 процентов. 0-0-0-5 процентов. По количеству. Но однако все говорят только они. Там не участвует. Путин же. Вы слышали путинское выступление? Я черкес, я дагестанец, я ингуш, я чеченец. Это он перечислял всех, кого он вовлек в эту свою преступную войну. Так что там не одни так называемые чеченцы. Там их очень много. В России это многонациональная страна. А то, что произошло с Чечнёй, к большому сожалению, наша страна находится более 20 лет под российской оккупацией. И прямая ответственность за всё, что сегодня произошло с чеченцем, лежит, кстати, на этом международном сообществе, который дал Путину волю делать всё, что ему сдумается в этой стране и с моим народом. Но мы выстоим. Мы выстояли и мы выстоим. Я не сомневаюсь в том, что наша страна будет деоккупирована и мы возродим своё государство. Хватит ли Путину Украины? Если его не остановить, не хватит. Я о чём и говорю. Если бы Путина остановили в Чечне, не было бы грузинской трагедии, не было бы Украины, не было бы сирийских городов, разбомбленных Путиным. Ничего не было бы. На этом закончилась бы. Путин закончился бы. И эта страна уже, может быть, абсолютно интегрировалась бы европейские структуры, европейские институты. И там Россия могла бы стать правовым государством, если бы Путина там остановили. А сегодня будущего у России уже нет. Какой бы исход не был этой войны, но той страны и того государства, которое мы знали до 24 февраля, до начала агрессии, этой страны уже больше не будет. Я в этом абсолютно уверен. Сегодня 11 день уже начинается война в Украине. Как вы оцениваете состояние русской армии? Вы видели кадры с военно-пленника? Вы видели кадры, когда они мародерничали? Они в кадрах показывают какие-то спецподразделения, которые одеты и мужественно выглядят. И для этого они используют, в частности, кстати, кавказцев, которых они призвали туда. А в других случаях, вот посмотрите на тех военно-пленных, которые находятся у украинцев. Вот это и есть состояние этой армии. Дело в том, что какая бы армия не была сильной, когда она ведет неправедную войну, эта армия уже обречена на поражение. А вот этот сброд, который они сегодня в качестве армии представили, вернее, загнали в Украину, это вообще изначально просто нет никакой мотивации. Эти люди даже не знают, зачем они туда, зачем их привезли и что они там делают. У них нет абсолютно никакой мотивации продолжать драться, бороться. И они при первом же удобном случае или же дезертируют, или же сдаются в плен. Чем дальше, тем хуже будет. Я уверяю вас. Я знаю, я имею опыт, когда российская армия вторгается, и когда она начинает занимать какие-то позиции, и что с ними происходит, и как их обеспечивают. Поэтому сегодняшняя ситуация в Украине – это не исключение. Это те же мародеры и те же моральные уроды, которые были в Чечне, которых мы в свое время просто вынудили уйти из нашей территории. В последующем просто мир нас предал. И благодаря тому, что мир всецело поддержал Путину, ему удалось сломить чеченское сопротивление. С 1994 года по 2000 какой-то год американцы выделили средства России, воюющиеся России, 57 миллиард долларов. Европейский союз – 20 миллиард долларов. И все преступления, о которых говорили правозащитные организации, совершаемые Путином и путинистами в Чечне, мир говорил однозначно. Да, мы осуждаем, мы озабочены, но это внутреннее дело России. Вот теперь, в 1995 году, когда в разгар Первой Чеченской войны Россию приняли в состав Совета Европы, наш президент, первый президент, Джохар Дудаев сказал, с этого дня Европа стала внутренним делом России. Эти слова оказались пророческими. И мы это сегодня видим, да? Будучи членом Совета Европы, скольких стран Россия отторгла, со скольких стран Россия отторгла территорию. И что сегодня Россия делает в Европе? И при этом угрожает ядерной кнопкой, да? Пусть попробует хоть как-то вшевельнуться. Вот это блеф. Вот это делается для того, чтобы, если испугается мир, чтобы его напугать, и чтобы в последующем, вот как он прогрессировал в своем человеконенавистническом укладе ума в связи с Чечнёй, он будет продолжать делать это, если его сегодня не остановить в Украине. Поэтому нужно делать всё, чтобы сегодня закрыли украинское небо. Это необходимо, это не только украинцам нужно, это нужно всем, всем европейским странам. Иначе вы, мы сегодня, я нахожусь в Лондоне, никто не защищён от того, что может произойти сегодня на этих атомных электростанциях в Украине, которые бомбит Путин. И тем более сегодня уже такую сделали оговорку, что там находятся чеченцы, чеченцы захватили атомную электростанцию, террористы, которые в последующем могут шантажировать и требовать независимости. Вы можете себе придумать такое, да, кадыровцы, которые сегодня путинисты, которых Путин, которых Кадыров называет пехотой Путин, они будут требовать независимости Чечни. Это всё делается для дискредитации чеченцев. Это есть элемент демонизации чеченцев. И в то же время нужно быть очень, очень осторожным, потому что они, как предлог, уже заявили о том, что Россия якобы их не контролирует. Россия якобы не отвечает и не несёт ответственность за то, что может произойти с атомной электростанцией. Поэтому НАТО сегодня должно закрыть небо над Украиной, чтобы избежать трагедии по всей Европе. избежать эту катастрофу. И не надо бояться никого. Они имеют полное право. То, что сегодня, до сегодняшнего дня Путин говорил, что он там ведёт какие-то точечные удары по военным структурам, по военной инфраструктуре. Посмотрите в настоящее время и посмотрите эти кадры. Он бомбит города, европейские города, жилые населённые пункты. Что ещё надо для НАТО, для Запада, для цивилизованного мира, чтобы остановить это безумие. В Литве формируются батальоны добровольцев помочь Украине бороться с оружием. Как чеченские, на Западе живущие чеченцы тоже создают такие батальоны? Во-первых, чеченцы уже находятся там, Литве только формируют, а чеченцы уже давно находятся и стоят на позициях. Не только те, которые добровольцами пришли туда в 2014 году, а чеченцы, которые проживали в Украине, когда началась война, они свои семьи вывезли в безопасное место, взяли в руки оружие и воюют вместе с украинцами. И да, мы сегодня, я где-то 26-го делал заявление о том, что чеченцы, которые находятся в странах Европейского Союза, готовы принять участие в качестве добровольцев, но для этого необходимо, вы знаете, в Европейском Союзе и структурах каждой страны существуют свои нормативные акты, свои законы, с которыми чеченцы должны считаться. Сегодня в европейских странах участие добровольцев в каком-нибудь горяч в какой-нибудь военной войне, оно квалифицируется как наемничество. А наемничество в каждой из европейских стран преследуется законом. Чтобы вот эти наши добровольцы, которые еще желают попасть в Украину и стать рядом с украинцами для отражения агрессии, нам нужно гарантии, что эти люди не подпадут вот под категорию наемников. И для того, чтобы они могли выполнять то, что на них возложено будет в рядах украинцев украинской армии, чтобы они выполняли и к ним было одинаковое отношение, как и к тем добровольцам, которые в Литве, с Литвы формируются. Значит, Литва приняла закон, отменив, что участие добровольцев в войне с Украиной против агрессора не будет рассматриваться как наемничество. Именно так в Литве и поступили. Ну вот так должны поступить все европейские страны, где находятся чеченцы, которые желающие, желают участвовать в этом. И после моего обращения Зеленский издал указ о формировании иностранного легиона. Но для того, чтобы мы могли направить людей туда, организовать это, нам необходимо подписать какое-то, хоть какое-то рамочное соглашение с тем, чтобы этих людей не подвергли в последующем их, чтобы не преследовали и не привлекали к ответственности. Теперь все стоит за той стороной, за стороной Украины. И как они будут, если европейские страны сами не хотят участвовать и поддержать, оказать военную поддержку украинцам, но они хотя бы должны позволить тем добровольцам, которые находятся в их странах, чтобы они могли в соответствии, ну, законно выехать туда, принять участие и в последующем после победы, в чем я не сомневаюсь, чтобы эти люди имели право без проблем вернуться туда, откуда они уехали. Вот за этим стоит наш вопрос. Ну, наши подразделения уже там находятся. Я хотел теоретически спросить у вас, возможен какой-то совместно чеченский, балтийский батальон, лютовский, латвийский, эстонский? Абсолютно, абсолютно. Почему нет? Я думаю, что да, и тем более, когда есть указ о создании легиона, в этом легионе могут находиться именно подразделения, которые могут с такими какими-то определениями создаваться по национальным признакам, по каким-то другим каким-то. Я это не исключаю. Но это все будет зависеть, я считаю, что и литовцы, и латвийцы, и эстонцы, и чеченцы, которые прибудут Украину, чтобы им помочь, они должны будут делать так, как этого желают власти этой страны. Да, понял. И напоследок, есть ли у вас какая-то надежда, что русские завтра, как они объявляют оппозиции, выйдут на протестные шествия против войны в Украине? Так, я думаю, что это еще рано, но это я, как говорится, предсказывать, это очень неблагородное дело, неблагодарное дело, я не буду этого делать, но скажу о ситуации, которое было до сих пор. И я приведу несколько примеров. Первая Чеченская война, когда началась, на Пушкинской площади выступали против войны, начались митинги. Вы знаете, сколько человек туда приходило регулярно? 5-6 человек. В последующем мы помним Вторую войну, начало Второй войны и появление Путина на политической арене, всем российским обществом было воспринято как какое-то величайшее событие, и они все цело поддержали Путина в чеченской войне. Несмотря на то, что взрывы домов в Волгодонске, Буйнакске, в Москве, после их провала в Рязани, практически вся российская общественность знала, что за этими взрывами стоят российские спецслужбы, то есть Путин, который был директором ФСБ этих структур, когда готовились эти взрывы, однако никто на это не стал реагировать, они все поддержали его в нашей войне, в чеченской войне, и Путин стал Путином, кем он сегодня является, именно благодаря российской общественности. Да и по сегодняшний день, вспомните восьмой год Грузии, война в Грузии, 80% рейтинг Путина, вспомните 14-й год отъем Крыма, 90% рейтинг Путина. Вот сейчас вы посмотрите, что происходит, объявили подпись, петицию, чтобы подписывали петицию против войны в Украине, 1 миллион, это что? Это ничего, это ничего, 140 миллионов населения, приведу другой пример, закрыли правозащитную организацию мемориала, начали сбор подписей, петицию, чтобы защитить эту организацию, правозащитная организация мемориал, которая проводила расследование НКВДшных преступлений и разоблачала вот все эти бесчинства и варварства, которые творили большевики, НКВДшники в России. Более 40 миллион репрессионных людей. Все это стало известно благодаря мемориалу и той работы. И эту организацию сегодня в России закрывают и видят, и знаете, сколько человек петицию подписало? 150 тысяч. Вот что страшно, дорогой Морь. Путин сам по себе не страшен, я это говорю уже десятый, сотый раз. Я это говорил еще, когда активные боевые действия шли в Чечне. Путин был страшен тем, что он был востребован вот этим обществом, российским обществом. Я не знаю, как, что пройдет, как пройдет и как, кто выйдет завтра, но к большому я буду рад, конечно, если я ошибусь, но я не думаю, что это будет массовым выходом, который может напугать Путина и вынудить его остановить войну. Я не думаю. на ваш взгляд, есть ли у Путина хоть какая оппозиция в его окружении? Нет. У него нет оппозиции. К большому сожалению, до начала вот этой агрессии в Украину у него вообще не было оппозиции. Вы вспомните всех либералов, которые вокруг Путина находились или которые пытались представить себя российской оппозиции, путинской оппозиции. Этой оппозиции не было, просто приведу примеры, оппозиция должна отличаться программой, видением, какое видение, какое будущее они хотят для этой страны. И в 2014 году отсутствие какой-либо, если Чечня считалась внутренним делом, когда Путин аннексировал Крым, и российские политики, оппозиционеры как один поддержали Путина, кроме одного человека, это был Борис Немцов, ну и два-три человека, которые находятся сегодня вне западе, я не буду называть имена тем, чтобы их физически не уничтожили, а Борис Немцов, он выступил открыто против этого, а все другие, как один сказали, ну, бутерброд, не бутерброд, котлета, не котлета, вернуть, не вернуть, все, вопрос решенный, это или это будет долго решаться, что долго решаться, что тут долго, поэтому, да, сегодня те, которые находятся на западе, им стыдно действительно, и они сегодня может быть в оппозиции Путина, но до этого как таковой оппозиции у Путина не было, были люди, которые его лично хотели сместить, но ничего нового не хотели привнести Россию, и не хотели отказаться от имперской идеологии и от имперской политики, в первую очередь политик и оппозиция, которые есть в России, это лакмус, как лакмус, это вопрос Украина, Крым, Чечня, Транснестрия и Абхазия, Южная, те страны, те регионы и республики, которые Россия отторгла или оккупировала, если политики появляются, которые говорят, что эти территории должны быть возвращены, и что вот те оккупированные территории должны быть деоккупированы, вот это я понимаю оппозицию, и вот мы будем смотреть сейчас, какая оппозиция появится в России, но сегодня оппозиция, если это оппозиция, она должна требовать немедленной отставки Путина, возбуждения уголовного дела и передачи этого человека как военного преступника в Гаакский международный трибунал, вот с этими лозунгами выходящие люди, я буду считать оппозицией, а другие там мемли, которые произносят, вот как плохо, что там происходит, Путин сумасшедший, но конкретно не высказывают свою позицию, это я не считаю, сегодня пора, это момент истины, сегодня люди должны заявить четко свою позицию, с кем и как они видят будущее не только России, но и всего человечества. На ваш взгляд, насколько затянется война в Украине? Ну, мне это сложно судить на самом деле, но я уверен, что результат будет один, это полное поражение России и победа Украины, я уверен в том, что Украина будет процветающим европейским правовым государством, и у Украины очень большое будущее. Огромное спасибо, что вы нашли время для этого интервью, удачи вам. Спасибо вам. Спасибо за субтитры Алексею Продолжение следует...